Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией только что достигла нового уровня. И на кону стоят серьезные ставки для всех сторон. G7 накладывает на Россию ряд запретов на импорт, который серьезно затронут ключевые отрасли промышленности в Европе. Предполагается, что это последнее событие стало следствием победы Трампа на выборах 2024 года. Трамп в ходе своего предыдущего президентского срока критиковал страны ЕС за то, что они не делают достаточно для поддержки своего союза, с чем согласен и генеральный секретарь НАТО. Он заставит нас всех тратить больше на оборону, и он прав в этом. Он был прав, он добился своего. И мы достигли 2% во многом благодаря его действиям. Это означает, что ЕС будет испытывать огромное давление во время второго срока Трампа. И мы уже видим первые признаки того, чего можно ожидать. Всеобщему удивлению, Владимир Путин только что объявил, что Россия продолжит использовать американский доллар. Довольно неожиданное заявление, поскольку Россия возглавляла движение стран БРИКС по отказу от доллара США. Но почему Путин вдруг меняет свою позицию в столь критический момент? Есть много вопросов, на которые нужно ответить. Поэтому всем привет и именно с поиском ответов мы и займемся в этом видео. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А мы начинаем. 23 октября 2024 года в качестве важного шага по дальнейшей экономической изоляции России, Соединенные Штаты призвали своих союзников по Большой Семерке рассмотреть возможность введения санкций в отношении российского Палладия и Титана. Это предложение обсуждалось на встрече заместителей министра финансов G7 в Вашингтоне. Но почему G7 сосредоточилась на Палладии и Титане? Причина проста. Эти металлы имеют решающее значение для различных высокотехнологичных и промышленных применений. Палладий – ключевой компонент катализаторов для автомобилей и производства компьютерных чипов. А Титан необходим для производства самолетов, медицинских имплантов и других высокоэффективных материалов. Потенциальные санкции отражают стратегию администрации Байдена, направленную на удар по секторам, жизненно важным для экономических и военных возможностей России. Палладий и Титан жизненно важны для российской экономики не только из-за их промышленных применений, но и из-за доминирующего положения страны в глобальных цепочках поставок. Эти металлы поддерживают кульчевые отрасли промышленности и укрепляют экономическую мощь и геополитическое влияние России. Россия является крупнейшим в мире производителем Палладия, обеспечивая около 23% мирового рынка. Такое доминирование делает Палладий важнейшим экспортным товаром для страны. Запреты G7 на Палладий и Титан могут ослабить роль страны на мировом рынке этих ресурсов. Это также может негативно повлиять и на экономику страны, и ее международное влияние. Что касается Титана, то Россия входит в число ведущих производителей, поставляя его крупнейшим аэрокосмическим компаниям, таким как Boeing и Airbus. Этот запрет заставит западные компании искать альтернативные источники, что приведет к прекращению зависимости от российских поставок. В результате Москва потеряет влияние на авиакосмическую отрасль из стран G7. Кроме того, это может свидетельствовать о том, что США и ЕС готовятся к крупным изменениям в своих военно-промышленных комплексах. Одной из главных проблем при реализации этих санкций является зависимость самой Европы от этих металлов. Такие страны, как Германия, Франция и Италия, входящие в G7, должны заручиться поддержкой остальных 24 членов Европейского Союза, чтобы ввести подобные санкции. Таким образом, масштабы проблемы выходят далеко за пределы G7. Зависимость европейского рынка от российского Палладии цитально усложняет ситуацию, так как любое нарушение поставок может серьезно повлиять на мировые рынки и цепочки поставок. Также не стоит забывать, что ЕС продолжает зависеть от России в вопросах энергетики, хотя активно пытается сократить свою зависимость от российской нефти и газа. Но возможно ли такое при президентстве Трампа, который планирует значительно увеличить добычу нефти по сравнению с администрацией Байдена? Пока что кажется это вполне реально. США уже внесли российский титан в черный список, но включение Палладия в список санкций станет значительным усилением мер. Особенно пострадает российская компания Норильский никель, которая производит большую часть мирового Палладия. Потенциальные санкции уже вызвали резкий рост цен на Палладии, что отражает опасения рынка по поводу перебоев в поставках. Но это не единственные металлы, которые Запад запретил импортировать из России. Ранее в этом году США и Великобритания ввели ограничения на поставки российского алюминия, меди и никеля. Предлагаемые санкции на Палладии и цены рассматриваются как продолжение усиленных ударов по ключевым секторам российской экономики. Предложение администрации Байдена также стало ответом на недавнее высказывание президента России Владимира Путина, который допустил возможность ограничения экспорта некоторых сырьевых товаров, включая никель, титан и уран, в качестве ответной меры на западные санкции. Вводя ограничения на Палладии и титан, США стремятся действовать первыми и усилить экономическое давление на Москву, прежде чем Россия успеет реализовать свои угрозы. Это предложение вызвало неоднозначную реакцию международного сообщества. В то время как некоторые члены G7 поддерживают эту идею, другие проявляют осторожность из-за возможных экономических последствий. В частности, европейские страны обеспокоены тем, как это отразится на их промышленности и цепочках поставок. Министерство финансов США отказалось комментировать конкретные детали обсуждений, но подчеркнуло важность скоординированного подхода к санкциям. Эти запреты – лишь малая часть общей картины. Теперь перед Европой стоит задача развивать свою военную промышленность, а не полагаться в вопросах обороны на Соединенные Штаты. Однако это будет крайне сложно из-за текущего состояния военной промышленности большинства стран ЕС. В последние годы оборонные бюджеты стран Европейского Союза привлекли большое внимание. Причиной стали внутренние экономические трудности и внешние угрозы. Дополнительное давление оказывает политика США, особенно во время президента Дональда Трампа и его недавнего переисправления. Несмотря на некоторое увеличение оборонных бюджетов, многие европейские страны по-прежнему сталкиваются с серьезными препятствиями выполнения своих оборонных обязательств. Начнем с Германии, которая является крупнейшей экономикой Европы и исторически подвергалась критике за низкие расходы на оборону по отношению к ВВП. В 2024 году оборонный бюджет Германии незначительно увеличился, достигнув примерно 1,6% от ВВП, но остается ниже целевого показателя НАТО в 2%. Хотя страна обладает значительным экономическим потенциалом, внутреннее политическое сопротивление увеличения военных расходов остается сильным. Многие граждане считают, что средства лучше направить на социальные нужды. Франция, в отличие от других стран, проявила активность, увеличив свои военные расходы. Это связано с ее участием в военных операциях в Африке и на Ближнем Востоке. В 2024 году страна достигла цели НАТО, направив на оборону 2,1 ВВП. Однако Франция все еще сталкивается с трудностями в обновлении военной инфраструктуры и поддержании ядерного потенциала. Италия, как и Германия, ограничена экономическими трудностями. В 2024 году Италия выделила на оборону около 29 миллиардов евро или же 31 миллиард долларов. Итальянское правительство балансирует между необходимостью жесткой экономии бюджетных средств и требованием НАТО и ЕС об увеличении военных расходов. Это привело к медленному, но стабильному увеличению оборонного бюджета в течение последних нескольких лет. Испания также постепенно увеличивает свой оборонный бюджет, но все еще отстает от целевых показателей НАТО. Испанское правительство подчеркивает необходимость модернизации своих вооруженных сил и повышения боеготовности. Особенно в свете сохраняющихся угроз безопасности со стороны Северной Африки и Сахельского региона. Несмотря на эти увеличения, многие европейские страны сталкиваются с серьезными проблемами при выполнении своих обязательств в области обороны. Экономические ограничения, политические сопротивления и конкурирующие приоритеты часто мешают выделять больше ресурсов на оборону. Пандемия COVID-19 усугубила эти проблемы, поскольку страны перенаправляют средства на поддержку систем здравоохранения и восстановления экономики. Кроме того, оборонная промышленность Европы страдает от раздробленности и неэффективности. В отличие от Соединенных Штатов, где оборонный сектор высоко интегрирован, в Европе он разделен между множеством стран, что приводит к дублированию усилий и более высоким затратам. Усилия по содействию совместным закупкам и сотрудничеству, такие как Европейский оборонный фонд, направлены на решение этих проблем. Но прогресс идет медленно. Первый президентский срок Дональда Трампа ознаменовал собой значительный сдвиг в политике США в отношении НАТО и европейских расходов на оборону. Трамп неоднократно критиковал европейские страны за невыполнение целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП. И обвинял их в том, что они слишком сильно полагаются на военную поддержку США. Его администрация настаивала на справедливом распределении нагрузки, утверждая, что США берут на себя слишком большую часть оборонных обязательств. Переизбрание Трампа в 2024 году возобновило эти требования. В ходе своей предвыборной кампании Трамп подчеркал необходимость того, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности за свою собственную оборону. Трамп намекнул, что США могут сократить свои военные обязательства перед НАТО, если европейские страны не увеличат свои расходы. Это усилило давление на европейские страны, теперь им придется увеличить оборонные бюджеты, несмотря на сложности в экономике и политические условия. Будущее оборонных расходов Европы, вероятно, будет определяться внутренними и внешними факторами. На внутреннем уровне европейским странам придется балансировать между расходами на оборону и другими насущными приоритетами, такими как восстановление экономики, социальное обеспечение и изменение климата. Внешние же факторы – это меняющийся ландшафт безопасности, в частности угроза со стороны России, а также стратегическое соперничество с Китаем будут стимулировать Европу к укреплению своей обороны. Усилия по укреплению сотрудничества и интеграции в сфере обороны в Европе будут играть ключевую роль. Такие инициативы, как постоянное структурированное сотрудничество Песка и Европейский оборонный фонд, призваны способствовать совместным закупам, исследованиям и разработкам для повышения эффективности и сокращения затрат. Однако для достижения значимого прогресса потребуется преодолеть политические и бюрократические препятствия. Тем временем Россия пытается наладить отношения с Соединенными Штатами. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отказывается от американского доллара, а лишь сокращает его использованием в качестве инструмента расчета. Хотя Россия продолжает продвигать идею деталлизации и создания альтернативных финансовых систем, такая позиция может усложнить выполнение более широкой повестки стран БРИКС по отказу от доллара в глобальной торговле. Такой шаг выглядит неожиданным, учитывая, что Россия и ее партнеры по БРИКС активно стремятся избавиться от зависимости от американской валюты. Тогда возникает вопрос, почему Владимир Путин принял такое решение? Как вы можете знать, БРИКС позиционирует себя как противовес западному финансовому контролю. Одним из ключевых аспектов этих усилий стало стремление создать независимую от доллара платежную систему, потенциально использующую инфраструктуру на основе блокчейна. Несмотря на эти амбиции, признание России важности доллара свидетельствует о сложности преодоления глобального господства зеленой валюты. Аналитики полагают, что несмотря на стремление к деталлизации, сохраняются технические, политические и экономические препятствия, такие как управление волатильностью валют и укрепление доверия к новым механизмам. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал ввести высокие тарифы для стран, которые откажутся от использования доллара США в международной торговле. Если какая-то страна скажет мне, «Сэр, мы вас очень уважаем, но больше не будем придерживаться использования доллара как резервной валюты, больше не будем отдавать честь доллару», я отвечу, «Это нормально, но вы будете платить 100% тарифа на все, что продаете в Соединенные Штаты». Он заявил, что любая страна, отказавшаяся от доллара, столкнется со 100% тарифами на свои товары, импортированные в США. Эта мера направлена на то, чтобы отбить у стран желание переходить на альтернативные валюты в международной торговле, так как в последнее время такие крупные экономики, как Китай, Россия и Индия, все больше используют свои валюты для проведения расчетов. Трамп заявил, что в последние 8 лет доллар сталкивается с серьезными вызовами и подтвердил свою решимость сохранить его лидирующую роль в мировой экономике. Это предложение соответствует более широкой защитной торговой политике Трампа, известной по его торговым войнам с Китаем. Однако экономисты и эксперты в области политики выразили беспокойность. Критики утверждают, что такие масштабные тарифы могут вызвать ответные меры, нарушить международную торговлю и подорвать глобальную экономическую стабильность. Несмотря на то, что доллар по-прежнему доминирует, составляя 59% мировых резервов в 2004 году, альтернативные валюты укрепляют свои позиции в двухсторонних соглашениях, бросая вызов его господству. По мнению критиков, высказывание Путина отражает прагматичную адаптацию к геополитическим реалям. Кажется, что страны уже предпринимают шаги, чтобы защитить свои экономики от обещанных Трампом тарифов. Поскольку доллар глубоко укоренился на международных рынках, достижение консенсуса между странами БРИКС по единой платежной системе остается труднодостижимым. Внутренние разногласия по поводу стратегии от предлагаемой валюты БРИКС до расширения торговли в местных валютах тормозят прогресс. Более того, растет скептицизм в отношении осуществимости и стабильности предлагаемых альтернатив, даже несмотря на то, что экономические санкции и финансовое давление на Россию и другие страны стимулируют поиск решений. Такое развитие событий поднимает вопрос о единстве блока и его способности бросить реальный вызов западной финансовой системе. Останется ли видение финансовой независимости БРИКС далекой мечтой, или же его члены смогут преодолеть расколы и создать жизнеспособные альтернативы? Итог этих дебатов вероятно определит баланс между амбициями и прагматизмом, который повлияет на будущее их повестки по отказу от доллара. Ну а чего нельзя отказываться, так это от лайков и колокольчика, чтобы не пропускать будущие ролики на канале. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока!